Чуваки, если у вас есть много лишнего шмота из доты и кс, то вы можете довольно неплохо на этом заработать. Для этого есть такой чудесный сайт как скин кэш. Заходим, логинимся через стим, вставляем свою ссылку на обмен, выбираем предметы, которые вы хотите продать и удобный кошелёк для получения оплаты. Потом просто подтверждаем обмен с ботом и чекаем свои денежки. Кроме того, на сайте есть отличная бонусная программа, благодаря которой можно продавать шмотки на 10% выгоднее. Но по ссылочке в описании вас ждёт ещё и 3% бонус. Рекомендую. Всем привет, с вами ТОП ДОТА и давно я не показывал никаких годных фишек. НС тоже где-то пропал и в итоге весь ютуб остался без триксов. Но вам же нужно как-то побеждать, нагибать, так что сегодня подгоню вам немножко топовой инфы. Поехали! Итак, первая фишка. Очень простая на самом деле и очень эффективная. Она поможет вам брать баунти рунки и при этом успевать на блок крепасов. Вот как вы обычно берёте руны, подходите и клацаете как дован в одну точку, словно у вас нервный тик. Потом берёте, возвращаетесь на мид и просираете блок, потому что все крепасы уже давно вас опередили. Но правильнее это делать чутка по-иному. Подходите к руне, становитесь к ней спиной, а лицом смотрите в сторону линии, на которую вы пойдёте блочить. То есть в нашем случае на мид. Ваш герой прекрасно поднимает баунти руну своей жопой, а вы сразу же сможете рвануть с места и не тратить время на турнрейд. А это сэкономленная 1-2 секунды и как раз заблоченные крипы. Я правда тут заблочил не идеально, но зато посмотрите как я крипстачу. В общем обязательно юзайте эту фишку если ходите на мид. Для флейна тоже годится, но там это не так критично, потому что крипвейв намного медленнее и вы и так на него успеете. Такие дела. Следующая фишка тупо для потных задротов. Если вы будете её юзать, то делайте выводы. Суть её заключается банально в том, что вы можете юзать рапиру и при этом как бы и не юзать рапиру. В общем берём себе один кусок айтема, ставим замочек чтобы он не собирался и докупаем вторую часть, то есть например сакрит. Как только начинается файт, быстро снимаем лог и получаем себе настоящую подлинную рапиру, которая добавляет тонны дэмэджа. Но прикол в том, что в течении 10 следующих секунд вы можете спокойно её разобрать и в случае смерти она не выпадет. То есть это можно сказать безопасный способ юзать триальную рапирку. Одна лишь проблема во всей этой катавасии – это всё очень сложно и очень муторно. По-любому однажды вы где-то что-то не успеете, не пересоберёте айтем и с вас дропнется рапира. Так что абуз это конечно хорошо, но опасно. Правда я думаю, что у всяких умельцев есть уже какие-то скрипты, которые позволяют всё это дело автоматизировать. Так что если вы шарите где такое найти, то обязательно пишите в комменты или поднимайте в топ, если кто-то уже написал. Ну и последняя на сегодня фишка. Опять что ли некий абуз или что-то подобное. Это абуз боковой лавки. Если вы катаете не на миде, а на обычном лайне, то у вас есть возможность отлично харасить ублюдков противников и при этом экономить свою ману. Для этого вам нужно провернуть такую схему. Покупайте айтем на ману в идеале за 900 монеток, юзайте какой-нибудь супер дорогой скилл типа ультимейта снайпера и сразу продаёте айтем. В результате по итогу у вас будет намного больше синей энергии, чем могло бы быть безо всех этих ухищрений. Но как и в предыдущем случае, штука эта довольно сложная, муторная, но юзать её всё равно стоит. И опять же пишите в комменты, если знаете как это можно всё автоматизировать, потому что так это будет реально удобно. А на этом сегодня всё, спасибо за просмотр, буду делать фишечки почаще, но по мере накопления материала. Так что ставьте свои лукасы и я обязательно начну копить этот самый материал куда усерднее. Аркан Алины, стакайте пуджа, деревья манки кинга, всем ссылки и удачи в описании. Алины, стакайте пуджа, деревья манки кинга,